В отборочном этапе приняли участие 11 команд, из которых 6 прошли в финал регионального чемпионата. Среди них есть и воспитанники объединения робототехника Центра детского творчества. В состав команды входят двое ребят. Это Павел Носков и Никита Болбат. Самым интересным испытанием для юных программистов стала разработка робота с нуля. Который выполнял задания по регламенту соревнований. Команды достаточно серьезные. Подготовка, уровень очень высокий. Поэтому сложность пройти в данном этапе велика. Поэтому ребята справились с задачей. Один из этапов было выполнение базовых программ, то есть проверка датчиков. Второй из этапов было дистанционное управление роботом, то есть перемещение объектов из одной точки в другую. Стоит сказать, что в 2019 году воспитанники Центра детского творчества уже принимали участие в этом чемпионате. Ребята успешно выступили и заняли первое место. Такая победа дала возможность показать себя в отборочных соревнованиях, которые проходили в Москве. По итогам чемпионата команда вошла в пятерку лучших по всей России. Я в большей части там программировал. Делал программы для разных датчиков. Связывал их между собой. Программировал передвижение робота по разным местам. Передвигал разные вещи из точки А в точку Б. Мне нравится все точное и научное. Робототехника также сейчас очень актуальна в мире. На занятиях дети работают на одном из самых популярных языков программирования – С++. Также ребята собирают свои модели с конструктора под названием ВЭКС. Он является достаточно дорогим и не каждая образовательная организация могут себе его позволить. Татарский район бесспорно преуспевает в направлении по робототехнике, так как для успешного развития и участия детей в различных конкурсах есть все необходимые ресурсы. Мы стараемся, чтобы показать себя, проявиться. Ребята свои возможности тем самым проявляют. Результат есть. Видите, много областных соревнований у нас в основном первые места мы занимаем. Вот Робоинтел мы ездили, там, наверное, пять номинаций было, и во всех пяти номинациях мы привезли тогда первые места. То есть областные команды наши все обыграли в тот момент. Павел Носков занимается робототехникой на протяжении года и планирует связать свою жизнь именно с этим направлением. А началось его увлечение с профильных смен под названием «В мире роботов». Моя задача заключалась в том, что я составлял список тех задач, которые мы должны сделать в первую очередь и в последующую очередь. То есть для начала мы делали более легкие программы, а затем более сложные. Помимо этого, моя задача заключалась в том, что я должен был загружать различные программы роботов, идти их ставить на специальную площадку, собирать различные инвентарь и многое другое. Финальные соревнования пройдут с 15 по 19 февраля в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. В течение четырех дней ребята должны будут собрать нового робота, воспользовавшись журналом техник, который они разрабатывают самостоятельно. Отметим, что шансы на победу у нашей команды очень высоки. Продолжение следует...